Есть у волонтерского движения «Доброе сердце» такая давняя традиция – помогать людям и исполнять их желания. Особенно, если мечты эти наполнены детской верой в волшебство. Здесь, на рождественской елке желаний, мальчишки, девчонки, в чьей жизни и судьбе вмешалась тяжелая болезнь, чувствуют себя главными героями чудесной сказки, во время которой исполняются самые заветные мечты. Сегодня здесь у нас только часть тех людей, которым действительно нужна помощь. Потому что много очень тех людей в повседневной жизни, которые нуждаются в помощи. Поэтому волонтерское движение «БРСМ «Доброе сердце» направлено на оказание этой помощи. Добрыми волшебниками, исполняющими новогодние желания, стали представители силовых структур, общественных организаций, частных и государственных предприятий. Впервые в проекте «Елка желаний» принимает участие Брестская таможня. Брестская таможня принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний». Впервые, к большому очень счастью, мы первенцы в этом году, мы будем исполнять желания двоих девочек, двух Анастасий, девочки с онкологическими заболеваниями, девочки в инвалидной коляске. Электронную книгу попросили девочки и сенсорный телефон. Это очень приятно, это очень благородное, достойное дело. Дай Бог, чтобы у девочек все сложилось хорошо, чтобы все их желания и мечтания и в будущем обязательно сбывались. Для многих предприятий и организаций возможность почувствовать себя Дедом Морозом уже стала традицией. Представители Беларусьбанка не только ежегодно становятся участниками «Елки желаний», но и ведут благотворительную деятельность круглогодично. Сегодня в Брестской области мы построили три дома для семей вот такого, скажем, детского направления. Это агрогородок Огоревичи, агрогородок Большая Турна Каменецкого района и в городе Пинске. В этих домах проживает сегодня 30 деток, которые были забраны с домов-приютов. Сегодня они чувствуют себя, скажем, очень комфортно в этих домах. Дома полностью оснащены мебелью, бытовой техникой. И это не значит о том, что мы их заселили и забыли. Постоянно, скажем, идет какая-то опека, постоянно идет совместные мероприятия. Планшеты и мобильные телефоны, машинки и спортивная экипировка, медицинский аппарат для магнитной терапии и билеты на концерт любимого исполнителя. Каждый из ребят получил желаемое. Для некоторых это стало большим сюрпризом. Как, например, для 12-летнего Арсения Головача, которому представители Беларусьбанка вручили именную банковскую карточку с оформленным вкладом. И все же главной мечтой для нынешних участников благотворительного проекта «Елка желаний» по-прежнему остается здоровье. Самое главное, я хочу, чтобы стать здоровым. Я хочу в новом году всем пожелать счастья, здоровья, всего то, что хотят все. А самое главное – здоровья. Оля написала, очень захотелось ей красивый, хороший, модный телефон. Ну и ей очень хотелось, чтобы и братику ее было приятно, она написала ему машинку. Хочется огромное спасибо сказать всем организаторам, всем волонтерам, всем организациям, которые пришли на этот праздник, сделали нас счастливыми. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья. Дарить подарки и исполнять детские желания для современных волшебников нетрудно. Города сложнее не разрушить веру в чудеса и людскую доброту. Ирина Альшева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.